Впервые итоги фестиваля «Хрустальный петушок» подводили в Зимнем театре. За семь лет масштаб конкурса заметно вырос. С каждым годом продемонстрировать свои таланты стремятся все новые ребята. Настя Круглова только первый год занимается в театральной студии, вот уже выходит на сцену Зимнего, да еще и со знаменитой Еленой Чайковской. Разглядит мир, а кинофильм, а жизнь. Подготовить стихи о защитниках Отечества Насте помогала ее руководитель Людмила Виноградова, которая разработала коррекционно-развивающую программу по творческой реабилитации детей-инвалидов и знает, как важны для ее воспитанников такие конкурсы. Это самоутверждение, как всегда. Они более спокойны, более уверены в себе, у них появляется стимул, они чувствуют, что они нужны людям. Это здорово. В этом году во всех этапах фестиваля приняли участие около 150 коллективов и талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья. Читали стихи, пели, играли на музыкальных инструментах, показывали мастерство в прикладном искусстве. А Олег и Диана, участники проекта «Преодолейка», танцевали вальс. К номеру ребята готовились полгода. Уже выступили не только в Сочи, но и в Краснодаре. И если Олег танцует уже несколько лет, то у Дианы этот год стал дебютным. «Поначалу переживала, а потом уже всё. Для меня никаких волнений мне не стало быть. Я поняла, что для меня это всё-таки важно. Ну и укреплять мне мышцы и всё такое. Я решила этим заняться». «Когда вот начинаю танцевать, почему-то волнение пропадает. Но уверенность, как бы вот эти движения, как бы запоминаешь тренировки, тренировки, ещё раз тренировки». Тренировки принесли результат. Диана и Олег стали лауреатами фестиваля. Всего в финал конкурса вышли 50 участников. Каждый из них получил персональный компьютер от общественной организации «Лига женщин МОЗ Добра». А поздравляли участников и их руководителей звёздные гости. «Я очень рада, что к нам сегодня очень много приехало гостей, таких как Елена Чайковская, Оксана Пушкина, Ирина Роднина. Приехала Мария Малиновская. С каждым годом у нас всё лучше и лучше. На следующий год мы уже планируем сделать один просмотр, пятый, именно детей со всей России, потому что нам подают такие заявления». В этот день подарки ждали не только конкурсантов. Активисты молодой гвардии преподнесли букет Елене Пахомовой и поздравили её с днём рождения. Приятные сюрпризы ждали и несколько семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Они получили от общественной организации средства на реабилитацию, сертификаты на ипотерапию и дельфинотерапию, а семье Безнюк подарили современную инвалидную коляску со всеми необходимыми функциями. «Мы выбрали себе лёгкую коляску, которая складывается удобно, у нас нет своего транспорта, мы пользуемся общественным, поэтому это очень важно, вес коляски, её размеры. Поэтому большое спасибо Лиге Женщин, спасибо, что помогаю таким деткам, как наши детки, и в первую очередь родителям». Предоставлять такие подарки удалось благодаря меценатам, которые много лет поддерживают организацию Лига Женщин Моздобра и в частности проект «Хрустальный петушок». Эти предприниматели были отмечены почётными грамотами от главы города.